Добрый вечер! Под обязанностью у материала Настаси Кучинской. Под обязанностью у материала Настаси Кучинской. Старую и новую. На рост цену ведения новых грошей вплывать не павинна. Контролюющие органы будут пильно за этим сочить. Работниками управления антимонопольной ценовой политики проводятся постоянные мониторинги, изучения в торговых объектах Гомельской области. Насколько готовы эти торговые объекты к проведению деноминации? Не наживаются ли наша торговля на том, что будет проводиться деноминация? Как округлены цены? Показывают вот эти вот мониторинги. В принципе, вся торговля у нас готова. Везде подошли ответственно. У крамах технічные и организационные моменты перехода на новые гроши будут выращаться уже сегодня у ночи. Завтра объекты Гантлю будут працовать у звичайном режиме. Основная задача сегодня произойдет ночью, когда будут переустанавливаться кассы, весы, сама программа. Поэтому все будет ночью и надеюсь, что завтра утром все уже будет установлено. Важный технічный нюанс. Сюнишнего вечера и прикладно до 7 годин ранецы платежные карты не будут працавать як унутри краины, так и за ее межами. Надбанк обьяцает, что 1 липеня и в наступные дни будут приняты все необходные меры для забеспечения беспробойной працы терминального обсталявания и разликов банковскими оплатными картками. Увагуле великих проблем с переходом на новые гроши специалисты не прогнозуют и называют деноминацию чисто техничной процедурой. Настасия Кучинская, Максим Славян, телерадиокомпания «Гомель». С 1 липеня уступить усилу документ, отповедно якому все неприватизованные квартиры переходят у разрад арендного жилья со что-месячной оплатой за его корыстание. Шарговой от терминовки указа нагадывать специалисты не будет. Той, кто не приватизовал квартиру, повинен як Махаху Чеппер оформить жильевый договор. Нахадаем, выплаты за приватизацию квартиры могут быть различены на 40 годов, але 10% догольной суммы треба заплатить одразу, одночасово альбо на протягу года. Важно означать, что до момента погашения расторминовки распроджаться квартирой нельхо. Например, продать альбо подарить, тиздать. У выпадку не выплаты взносов договор приватизации будет скасованы. До речи, отмова от заключения договора аренды не позволяет от платы за корыстание жилым помешканьям, але для них предугледжены певные льготы. Те граждане, которые по каким-то объективным причинам не смогут приватизировать жилье, и это жилье будет включено в состав коммерческого, я бы тоже хотел успокоить, поскольку для этой категории граждан также указано предусмотрено и уже действует на сегодняшний день решение МВС полкома, два решения 220 и 221, которые предусматривают для данной категории граждан понижающий коэффициент. То есть стоимость жилья для данной категории граждан в коммерческом жилом фонде будет значительно ниже, чем для тех, кто на сегодняшний день заселяется в коммерческий фонд. Специалисты нагадывают так само, что в выпадку незгоды с переоформлением жилья на арендное оплата за проживание у им выставляется усе ровно. А алгоритм работы с неплательщиком вядомы, але у адрознене от приватизованных кватер санкции больше жорсткие. Арендного жилья можно позбавиться при запазыченности термином не больше, как два месяца. Наймальника могут выселить без предоставления іншого помешканья. На Гомельщине протягиваются встречи делегатов 5-го Усебеларусского народного схода с працонными коллективами. Сегодня такая встреча отбылася у республиканским унитарным предприемстве «Гомель Энерго». На 5-м Усебеларусском народном сходе Гомельскую область представляли у тым лику и 5 працонников областной энергосистемы. Сустреча с ними у коллективе «Гомель Энерго» отбылася подчас конференции. Головное питание по радку дня якой – заключение нового коллективного договора. Тем больше важно перед принятием этого документа почуть думки делегата у форума на конт дальнейшего развития краины у целом и энергетики у приватности. Сярут головных задач, які стоять перед Галиной на ближайший час, под рыхтовка кадров и повышение их квалификации, рост вытворчасти працы, укоренение сучасных инновацийных распрацовок. Усебельно тем больше важно, что в 2018 году будет увиден в эксплуатацию первый энергоблок Белорусской атомной станции. И зараз необходимо провести адаптацию яснуютших могутностей до новых реалиев. Для нас, для энергетиков Гомельщина, очень важный вопрос касается подготовки наших объектов. То есть в этом году мы заканчиваем уже работы по электрокотлам на Гомельской ТЭЦ-2. Я думаю, что очень значительно изменится тариф, потому что предварительные расчеты показывают, что где-то в два раза снижаются удельные расходы на выработку электроэнергии, поэтому это должно повлиять на снижение тарифа. Надежность. Мы работаем для того, чтобы человек беспребойно получал электроэнергию и качество, поставляемое нашим нами продуктом, было на высоком уровне. На Гомельщине отбылась 18-я сессия областного совета депутатов. Выездное мероприемство проходило на базе Мазырского, Лельчицкого и Житковицкого районов. На разлежение было вынесено пытание формирования и распаусюдживания национального туристического продукта у культурно-туристичных зонах в области. Вероника Ворошилина, Володая под обязанностями. Развитие чинного туризма и экспорт отповедных послуг – проритетная на прамке державной политики нашей краины. Минавито тому 18-я сессия Гомельского областного совета депутатов не обмежевывалась только посяжением. И она включила наведование показальных туробъектов региона, на работу яких варта равняться. Первым пунктом выездного мероприемства стал Мазырский район. Сегодня тут продукты напрацуют 9, а грасадзи. Гостям у них пропонуют широкий пиролик платных послуг для комфортных отпочинок и знакомства с прихожостью белорусского полейся. Сейчас активно развивается на Гомельщине и вытворчивый туризм. В Житковицком районе, прикладом Яго-Паспяхового, функционирование является Туровский молочный комбинат. Это сучасное высокотехнологичное предприемство по вытворчивости паут твердых и мягких сыров по итальянских технологиях. Туристичные группы тут примают достаточно часто. Для этого предугледжена специальная галерея, где просто панорамные окна можно надзирать за вытворчивым процессом. Промышленный туризм – это очень правильное направление. Людям интересно. И когда ты можешь совместить показ производства, как это делается, предложить купить это в магазине, продегустировать и покушать в кафе, потому что, как правило, в нашем кафе очень много блюд из нашей продукции, особенно десерты, то, конечно, это привлекательно, приятно гостям. Это имидж предприятия, это развитие нашей торговой марки и бренда. Одной из приоритетных направлений расповсюдживания национального туристичного продукта в Житковицком районе так само изъявляются паломницкие поездки. Наприклад, Борисоглебские могилки у Турови користаются особливой цикавостью сбоку туристов. До отсюда дейных крыжов, которые растут прямо с земли, приезжают же хоры самых грозных краин. У дельники 18-й сессии Гомельского областного совета депутатов сходятся в мерковании. На Гомельщине туристам, саправды, есть, что показать. Головное – правильно организовать готовые працы и утримливать объекты на належном узровне. Те объекты, которые мы посетили, действительно находятся на высоком уровне. То есть у нас есть, что предложить потенциальным нашим отдыхающим. Вот, соответственно, условия, быт. В рамках реализации основных направлений Пятого Всебелорусского собрания, это в частности экспорта, мы должны привлекать иностранных граждан для того, чтобы они отдыхали на нашей базе, на нашей территории. Ну и, соответственно, те условия, которые и услуги мы представляем, они находятся на достойном уровне. У пленарным посяджене 18-й сессии Гомельского областного совета депутатов принял уйдел старшиня Абл-Ваканкама Владимир Дворник. И он выказал конструктивные заваги и пропановы у адресу працовника Управления спорта и туризма. Усилга это ухудким часе знайдет люстравание у программы рашения по формированию и распоусюдживания национального туристичного продукта в культурно-туристичных зонах Гомельской области. Вероника Ворошильна, Сергей Лукашук, телерадио «Кампания Гомель». Сегодня в Рогачевском районе отбылось открытие международного детячого лагера «Миру и дружбы» Крыничка. Кожное лето на 7 дней он сбирает детей из Беларуси, России, Украины и Литвы. Такой традицией уже мальч в эрцтагодде. Причим, среди дельников есть и те, кто приезжает на протягу больше, чем 10 годов. Чим так привабный лагер для беларуской и замежной молоди? На месте подеи высветляли наши корреспонденты. Палатки и рознокольоровые стяги заняли свои место. У якости импровизованной кухни вогнишча и железное ведро. Жихары палаточного городка чекают открытия международного детячого лагера «Миру и дружбы» Крыничка, а заодно рыхтуют обед. Роман Тутенко приехал сюда из Новозыпкова. Тут он уже другий раз. Сегодня выступает в роли повара и для соседей по лагере рыхтует традиционный борщ. Мне здесь очень нравится. В прошлом году здесь было очень весело, очень активно, мне очень понравились все мероприятия. В основном здесь очень дружно, все очень хорошо сделано. Прямо по душе все. Тут дети не только рыхтуют ежу, а и в целом учатся самостоянно наладживать свой побыт. За 7 дней лагера это место становится для них не просто местом отпочинку, а и с оправдной школой життя. В этом году жихарами лагера стали больше за 200 человек с Беларуси, России, Украины и навод Литвы. У каждого отряда усталеваны стяги своей Украины, однако на справе по межименям а не национальных, не умовных адрозненев. Каждый год мы пытаемся придумать новую программу именно для нашего отряда. И в каждой смене присутствуют новые команды, с которыми мы знакомимся, из России, из Украины. И каждый для нас это новый друг и новый знакомый. Подлетки разом рыхтуют концертные выступления, организуют эстафиты и конкурсы. Усяго за час лагера тут пройдет больше за 20 массовых мероприемств. Самые ж активные удельники у концы змены тримают дипломы и кубки. До речи, у знагороды тут почали уручать уже у день открытия. На святочной линейце у Гонор 55-го дзе Беларусского фонду «Миру» специальные памятные знаки уручили отрядам, які стали уже саправды ветеранами лагера. Если на первых порах с России приезжал только один отряд, то потом уже приезжало до девяти отрядов с России, три отряда с Украины. И с каждым годом география прибытия ребят в этот международный лагерь расширяется. У першыню лагерь пройшло 24 годы тому. За гэты часто сформировались и свои традиции. Але разом с тем кожный новый заезд з'являются и новые дзенни. Однако неазменным застаётся тое, что у опошнедзень лагера «Падлетки», яке живут за сотни километров, один от одного развитываются уже саправдными сябрами. Александр Лупиненко, Ганна Ковалёва, Яуген Макеенко, Рогачёвский район. И до новинок культуры. На сцене Гомельского областного драматичного театра представились спектакль по пьесе «Май Тараховской «Солнце светит усим». У якости артистов выступили осудженные поправчие колонии номер 4 управления Департамента выканания покаранья Министерства внутренних справ Республики Беларусь по Гомельской области. Дадзен и театральный эксперимент, який починался больше за 10 годов тому, з'является протягом реализации у колонии Международного беларуско-шведского проекта «Театр у Турме». Полная зала – промое подтверждение актуальности деяния, а режиссёрский ход – порушение мяжи по межсценной залам у самом початку бачится за потребованным театральным ходом, який одразу, включая глядачоу, упадей на сцене. Место деяния – психиатричная клиника, у центры Жаншина Ахвяры, которая повинна пройти прозвель межорсткие обставины, смешанные с хлуснёй и здрадой. Моцная энергетика Жаншин Актерок дозволила насыщенно передать сюжетный свыше реализм. Это начинание, которое родилось 10 лет назад, оно приносит свои плоды, безусловные, и не только с точки зрения того, что мы вовлекаем спецконтингент в искусство, в процесс ресоциализации, а в том, что мы демонстрируем своё желание использовать все возможные средства и методы для того, чтобы делать людей лучше. Думаем уже сегодня над тем, как этот опыт перенести в детские колонии. Очень мудрый шаг. Это не только по отношению к осуждённым. Для них это особое событие. Я только что их настрой делал, и я сказал, что это уровень, это ориентир. Я в свои 65 неполные. Я ещё не испытывал ничего подобного по волнению, по ответственности, хотя каждая премьера, вы же понимаете, это всегда особый нерв, особое настроение. Всё это было. Но вот такого, кроме всего прочего, мне кажется, что решение начальства выйти вот на такой уровень, это ещё и политическое решение, очень мудрое, на мой взгляд. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам доброго вечера. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова